Призрачный город Боди в Калифорнии был основан в 1876 году, когда шахтеры обнаружили здесь запасы золота и серебра. В поисках богатства и лучшей жизни люди ехали в маленький городок. Скоро он получил репутацию город грехов, полного борделей и баров. Жители разорились, и к 40-м годам 20-го века Боди стал городом-призраком. Сейчас он считается одним из наиболее хорошо сохранившихся городков такого типа в мире. Тай, башня-призрак в Сатурнии. В начале 90-х Таиланд переживал крупнейший экономический бум в истории. В это время власти бизнесмена демонстрировали стабильность. Финансовый успех привел к появлению множества амбициозных строительных проектов, среди которых был небоскреб в Сатурнии. Однако вскоре произошел азиатский финансовый кризис, и экономика Таиланда рухнула. Продолжать строительство не стали. Сегодня судьба здания остается неизвестной. Реконструировать его дороже, чем построить новое. К тому же у башни репутации место, населенного призраками. Остров Нордбротер, США. С 1885 года и до конца 30-х годов 20-го века больница Риверсайд занималась лечением болезней, требующих карантина. Коре тифа, скролатины, проказы. После этого центр использовался для реабилитации людей с героиновой зависимостью. В 1963 году он был закрыт. Сейчас на острове никто не живет, кроме птиц. Здание больницы все еще на месте, но может разрушиться в любой момент. Все окна выбиты, а краска отваливается со стен. Чертова гора, Германия. Это напоминание об ушедшей эпохе расположилось на вершине горы на западе Берлина. Когда-то тут было нацистское военное училище. После нескольких безуспешных попыток взорвать здание, союзники решили засыпать его обломками, оставшимися после бомбардировок. После падения Берлинской стены у покинутого здания было много владельцев. Среди них даже Дэвид Линч, который хотел устроить здесь курсы йоги. Власти Берлина отказались от такого предложения. Замок Миранда, Бельгия. Во время французской революции граф Лизикерки Боффорд, бельгийский политический активист, был вынужден оставить замок вместе со своей семьей. Они переехали на ферму, расположенную по соседству. После Второй мировой и до конца 80-х он принадлежал государственной железнодорожной компании. Использовался сперва как приют, а потом как детский лагерь. В 1991-м за высокой стоимостью обслуживания замок был покинут. Ки-Джон-Донг, Северная Корея. Кажется, что эта деревня была специально построена, чтобы остаться пустой и незаселенной. Она размещена неподалеку от границы с Южной Кореей. После конфликта в 1953 году правительство Северной решило использовать деревню как орудие пропаганды. Только ее видно с территории Южной, а значит, все должно смотреться идеально. Власти заявляют, что в деревне живут обычные жители, но там даже нет стекл в окнах. Свет по вечерам загорается во всех помещениях одновременно. Это деревня-подделка. Заброшенный кинотеатр в пустыне Синай. Местные жители говорят, что он был построен богатым французом, который гулял здесь с друзьями и подумал, что для полного счастья ему не хватает только кино. Он купил в Каире генератор, сотню кресел и огромный экран. Все было готово для показа, но местным жителям идея не приглянулась. Они сломали генератор и все закончилось еще до того, как могло бы начаться. В результате в сердце пустыни все еще стоит белый экран, на котором не показали ни одного фильма. Остров Открытий в США изначально был парком развлечений. Однажды в прибрежных водах нашли опасную бактерию, и в конце 90-х парк был закрыт. С тех пор он остается заброшенным. Заброшенный театр Орфео в Массачусетсе. Его открыли в 1912 году. В 1959 он уже закрылся. Сейчас в служебных помещениях разместился супермаркет, но большая часть здания просто пустует. Благотворительные организации хотят вложить инвестиции в Нью-Бетфорд и возвратить культурную достопримечательность к жизни.